фундамент на котором стоял наш проект всегда проект риса за творчество это возможность выражать уважение за творчество отсыпать риса за творчество до риса это респекта за творчество также мы всегда старались чтобы возможность отсыпать риса за творчество была у наших зрителей с самого начала кто помнит алды если при сопоставлении артистов у нас была возможность собирать призовый фонд отправлять артисту потом какие-то обсуждения мы всегда прислушиваясь к вашим идеям, всегда это все росло и создавалось на исключительно народных, так сказать, началах, и мы будем продолжать и совершенствовать эту возможность на протяжении всего существования РЗТ, возможность наших зрителей и слушателей различной музыки отсыпать рис за творчество артистам. Мы пытаемся, вот опять же, да, с самого зарождения проекта, мы пытаемся собирать весь опыт со всех сторон, которые только у нас есть. Судейство батлов, создание систем оценивания, всяческие различных разборов и реакции на музыку, мы смотрим, как работают другие площадки всячески, даже, даже, инстаграм с его сторками. Да, вот такой вот там спойлер прям сразу, да, сходу. К сожалению, всего лишь 7 июня, 7 июня, когда мы уже были, так сказать, готовы в фундаменте и дорабатывали огромное количество дополнительных моментов, мы узнали о сайте Album of the Year, есть такой сайт американский, вот, это некая сильно урезанная версия нашего сайта, где можно оценивать только альбомы. Но теперь мы знаем и о нем, потому что мы перешерстили все, десятки всяких разных сайтов, которые давали, так сказать, возможность людям там обсуждать музыку, как-то чего-то где-то, оставлять какие-то комментарии. Мы брали референсы с кинопоиска из его, так сказать, прародителя, тоже брали, который является сайтом, рейтингом зарубежных фильмов и кинопоиска, то есть мы взяли вот все, от чего только могли, да, основываясь на нашем опыте и на возможностях, так сказать, технологиях в создании каких-то площадок других больших гигантов, да. Вот, но теперь мы знаем еще больше, и теперь впоследствии для наших улучшений, которые будут для версии 2, которые будут для последующих версий сайта, мы будем использовать как референс все, что мы нашли. Все сайты, которые мы нашли, еще больше. И вот, да, вот, наконец-то мы сделали это, мы сделали возможность для наших зрителей, возможность для наших зрителей и слушателей разной музыки оставлять обзоры, рецензии, ставить оценки, комментарии, вести полноценный зрительский рейтинг российской музыки. Встречайте, друзья мои, система аккаунтов Риса за творчество версия 1.0. Let's go. Бам. Выглядит это следующим образом. Вот так вот это выглядит. Чат не видно, но я думаю, что вы сможете это все увидеть потихонечку. Да, Серега, можешь стартовать, можешь стартовать, открывай, открывай сайт, да, открывай сайт. Это совокупность, все, что вы видите сейчас и все, что вы услышите в дальнейшем, это совокупность идей всей нашей команды на протяжении вот всего этого времени, сколько мы это готовили. И плюс, это гигантская просто работа Сергея Моменко лично его одного по написанию кода всего этого. В сверх сжатые сроки, друзья мои, в сверх сжатые сроки. Я не буду ходить вокруг да около, я вам сразу буду показывать все, как оно работает. Справа, видите, здесь есть поиск, здесь есть кнопка в IT, которая на самом деле, сразу скажу, да, какие-то аспекты, так сказать, покраски сайта, то есть какие-то моменты с улучшением, какие-то там аспекты дизайна, которые могут быть небольшие ляпы, все это мы устраним очень быстро. Я почему говорю, это версия 1.0. Это функционал, рабочий функционал, на котором мы будем тестить целый месяц вместе с вами всю эту систему. Нажимаем сюда, заходим на сайт. Перед нами открывается форма возможности войти на сайт, видите, да, отсыпайте респекта за творчество, публикуй, отсыпай респекта за творчество, публикуй оценки, разборы и рецензии. Вот, это страница входа или регистрации. В данном случае мы попробуем зарегистрироваться, например, да. Вот, мы заходим сюда, пишем, допустим, 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 да, testgmail.com, да, это будет являться, эта строка является логином для вас. Попрошу не использовать никакие временные почты, никакие одноразовые, простенькие и прочие всякие вещи. Более того, старайтесь это нигде не палить. Она не будет отображена нигде для безопасности вашего аккаунта, она не будет отображена нигде совершенно. Вот, поэтому это будет ваш, ваша почта и ваш логин. Снизу идет отображаемое имя, отображаемое имя, которое будет отображаться у вас в комментариях, да, в данном случае пусть это будет пользователь, пользователь RZT, да, вот так вот, я специально делаю с одним, с одной ошибкой, потому что есть на то причины. И ставим пароль, да, ставим пароль, бам-бам. Также нужно написать причину регистрации, потому что аккаунты будут нами одобряться вручную. Мы будем смотреть, с какого e-mail вы зарегистрированы, то есть какая почта у вас и причина регистрации. Для чего здесь написано? Понятно, что это все может быть в свободной форме, для того, чтобы так или иначе отсекать ботов, отсекать какие-то скам-аккаунты, одноразовые аккаунты и так далее, чтобы здесь происходила именно история действительно настоящих любителей музыки. Это очень важно. Поэтому, что вы можете написать? Ну, я не знаю. Желаю отсыпать респекта своим любимым артистам, да, своим любимым артистам, как вариант. Регистрация. Бам! После этого вам на почту приходит ссылочка, где вы должны подтвердить факт того, что вы зарегистрировались. После этого, как вы подтверждаете, нам попадает это на одобрение в админку. Соответственно, после этого мы нажимаем «Одобрить» и вы дожидаетесь регистрации вашего аккаунта. После того, как вы дождались, вы нажимаете «Войти». Вы нажимаете «Войти», вы подтвердили ссылочку по электронной почте, вы подождали подтверждение своей регистрации, мы ее одобрили, вы зарегистрированы. Входите через свою электронную почту, которая является логином, вот в данном случае, вот такой. И пароль. Все. Зажимаете «Войти» и попадаете вот сюда. Попадаете на главную страницу. Что вы видите на главной странице? На главной странице вы можете искать работу сверху в сторках. Представляете, у нас есть сторки. Вот они. Что это такое? Здесь располагаются самые активно оцениваемые работы за последние сутки. В данном случае, видите, написано «Топ-15 комментируемого за сутки». Топ-15 комментируемого. К примеру, пятница, вышли новые треки и самые популярные для обсуждения работы, которые набирают наибольшее количество оценок и комментариев, они явно будут здесь. Поэтому вы можете их выбирать сразу, заходить, читать комментарии и можете оценивать их сами. Как это выглядит? Нажимаете, допустим, вот сюда. Открывается сторка. Вы видите две оценки. Что это за две оценки? Первая оценка – это оценка «Моя на стриме». Вторая оценка – это средний балл всех зарегистрированных пользователей. Потому что на данный момент есть только зарегистрированные пользователи. Верифицированных пользователей пока нет. Разницу объясню чуть дальше. Здесь будет три оценки в целом. Серая, синяя и красная. Вот. Поэтому вот что у вас есть. Вы можете посмотреть, зайти, полистать. «Мишель» следующий трек. Можете перейти отсюда на артистов, на продюсеров. Вот, смотрите, что здесь есть, да? И в любой трек абсолютно вы можете зайти и нажать «Оценить работу». Бам! «Оценить работу». Переходите сюда. Видите, что находится здесь. Видите? Средняя оценка пользователей. Вот она. Оценка основателя ведущей верзоты Александра Фломастера. Вот. Здесь, соответственно, вы можете видеть карточку полностью. Карточку трека. Либо карточку альбома, смотря куда вы зайдете. Вот. Здесь вы можете видеть, на что это номинировано. То есть в данном случае номинировано на продюсер месяца. Это очень крутой трючок. Ползунки такие. То есть здесь будут видны номинации. Все. Количество номинаций, качество номинаций. Что это такое? Вот. Здесь обзор. Вы можете видеть. Да. Обзор. Баллы. И здесь вы можете оценить работу. Оценить работу вы можете вместе с комментарием только. И комментарий ваш поначалу, если вы не верифицированный пользователь, может быть до 2000 символов. Верифицированным пользователем мы посмотрим, до скольки расширять. Либо до 4000, либо до 5000. Возможно, также разница будет между синглом и альбомом. Для этого нам нужно будет поработать с вами месяц. И пользователи, которые покажут максимально качественные комментарии и реализацию, так сказать, происходящего на своих аккаунтах, они будут верифицированы на следующей номинации, которая пройдет 10 июля. Это будет определенный стэк пользователей, которые получат верификацию. Сейчас объясню, что это такое в целом. Вот. Вы здесь радуетесь жизни. То есть вы можете проставлять трючки, проставлять оценочки, точно так же, как я это делаю в форме. Абсолютно так же. В данном случае мы очень сильно можем порадоваться, поставить вот так вот, поставить вот так вот, поставить здесь больше и написать. Прекрасный эксперимент. Да, прекрасный, прекрасный. Эксперимент, но с не лучшей реализацией. Музыкальные задумки. Вот как-то так. Перед оценкой ознакомьтесь с критериями. Что означает каждый, а так же, как подсчитывается средний балл. Нажимаем, заходим сюда и попадаем. Вот на что. Система оценивания Нериса за творчество, уникальная авторская методика подсчета баллов за музыкальное произведение, симбиоз математики и химии эмоций, выработанный многолетним опытом судейства музыкальных баттлов, наслушанностью и любовью к музыке, что самое главное, включает в себя четыре параметра, образующих фундамент оценки и два множителя. Если вдруг кто-то из вас за 500 миллионов стримов до сих пор этого не знает, или вы абсолютно новый человек, который зашел на стрим, вы сможете все это увидеть здесь. Формула подсчета работает вот таким образом. Четыре десятки, плюс проценты, плюс проценты и получается у нас 90. Рифмы и образы. Оценка за текст учитывает особенности музыкального жанра или поджанра. Далее подробнее. Структура ритмика. Оценка включает в себя совокупность двух параметров. Ритмика и структура. Все написано максимально понятно и развернуто. Реализация стиля, индивидуальность и харизма, атмосфера и вайп. Оценка включает в себя субъективное восприятие. Трендовость и актуальность жанра, чтобы наконец-то у вас не возникало лишних вопросов касательно этого параметра, который некоторые не любят. А те, кто начинают понимать, они начинают его очень сильно любить. Поэтому вот здесь. Если вдруг вы будете находить какие-то ошибки, какие-то сложности, где-то что-то мы не так сделали, обязательно сообщайте. Мы все будем править. Мы любим качество. Мы любим, чтобы это все было максимально красиво, максимально понятно. Поэтому все отзывы под этим видосом, прям в ютубе вы можете писать, что вы нашли, что вы видели, что вы думаете. У нас еще есть блокнот с более чем 25 вашими идеями, которые вы писали на предыдущем видео. Поэтому можете смело продолжать, если что. Вы ознакомились с этим всем, обрадовались, поняли все очень внимательно. Оценили все очень правильно. И нажимаете вот на это. Нажимаете «Отправить комментарий». Нажимаете «Отправить комментарий». Комментарий ожидает одобрения модерации. Как только комментарий тоже ожидают одобрения модерации. Понимаете, да? Вы его видите. Как только он отобразится, соответственно, вы сразу же сможете увидеть его. Где вы сможете его увидеть? Вы сможете увидеть его вот здесь. Да. То есть вот теперь у нас это идет слайдером вот таким. Номинации. Победители. Победители. Видите? Победители премии. Апрель. Эта кнопка. Эта кнопка будет кликабельной. Будет еще одна страница, которая будет называться «Премии». Она сейчас, конечно, есть, вот она здесь находится, но там будут плюс еще и номинанты. То есть вы сюда будете переходить и здесь видеть не только победителей вот в таком огромном виде, а здесь у вас будет примерно как в рейтинге. То есть как вот здесь. Вы сможете выбирать конкретный месяц, в котором вы сможете видеть как победителей, так и номинантов. Очень удобно, очень круто. Не хватило времени, доработаем, сделаем. Вот. Возвращаемся на главную страницу. Смотреть всех победителей опять же. Новый комментарий. Это слайдер. Просто здесь недостаточно комментариев для того, чтобы его листать. По три комментария в ряд, два в линеечку и, соответственно, вы можете все это пролистывать, смотреть в сторону. Да, если их будет больше, соответственно, вы можете полистать. Если какой-то комментарий вас заинтересовал на какую-то работу, отсюда вы можете перейти как на саму работу, нажать на работу, да, то есть в данном случае вот сюда, перейти на трючок, тонуть, посмотреть, что здесь происходит, написать комментарий, посмотреть, какие есть комментарии здесь, да, какая оценочка у пользователей, какая оценочка у фломастера, да. Вернуться можете сюда. Можете перейти конкретно к комментарию пользователя. Ну, сразу вот прям нажать, то есть получаетесь вот здесь, да, на якоре. Вот. В будущем, на следующем обновлении у вас будет возможность подписываться. Подписываться на каких-то комментаторов, подписываться на каких-то артистов. Если у артиста вышел новый трек, его кто-то оценил, вы будете получать на почту уведомление об этом. О том, что там вот произошла вот такая вот такая история, соответственно, и вот можно зайти и посмотреть. Также какой-то понравившийся вам комментатор, верифицированный, естественно, подписываться можно будет на верифицированных, вот, которых мы тоже введем обязательно. Далее. Добавленные релизы. Здесь немножечко пока хаос, как вы понимаете, да, но в целом суть будет именно такой. Последние добавленные на сайт релизы. На данный момент, я сейчас буду отвечать на самый главный вопрос, который вас интересует. На данный момент здесь представлены релизы. Вот опять же слайдер, да, вы можете полистать его. Здесь представлены релизы, которые оценены на стриме мной, потому что верифицированных пользователей пока нет. Как только мы добавляем верифицированных пользователей, верифицированные пользователи могут добавлять как треки, так и альбомы любых годов, новые, русскоязычные обязательно. Они могут заполнять карточку, подавать заявочку, мы одобряем, а они, соответственно, начинают появляться. Вы это сможете видеть здесь опять же. То есть при желании оценить какой-то старый альбом, старый трек, вы сможете все это делать прямо тут. Имейте в виду. На данный момент вы видите лишь две оценочки. Видите, да, снизу? Вот, вы видите оценочку мою, видите оценочку среднюю всех пользователей. Когда будет, когда появятся верифицированные пользователи, она будет выглядеть вот так. Бам! Это будет три карточки, видите? Вот, три. Оценочка красная будет вот здесь. Красная, синяя, серая. Вот, это будет выглядеть вот так. На данный момент она выглядит вот так. Когда мы заходим вот в эту карточку, мы видим две оценочки, правильно? Как я уже вам показывал. В последующем это будет выглядеть вот так. Бам! Ну, в данном случае это Broken Season, Anika. Три оценки. RZT, верифицированные, соответственно, и пользователи. Вот они, будет здесь три оценки выглядеть так. Да, это очень важно, чтобы вы понимали. Далее, что еще у вас есть? Вы можете искать, да, среди недавно добавленного. Вы можете искать в рейтинге, среди. Вот, заходим в рейтинг, да, заходим в рейтинг. Ходите где угодно, можете нажимать на обложечки, можете нажимать на название, как вам удобно. Тут, опять же, естественно, вы переходите на артиста, видите, две оценочки сразу. Вот они, две оценочки. Если оценено что-то здесь, так же будет третий, третий кружочек красный, да, с верифами. Это средняя оценка всех пользователей. Здесь она и здесь отображается. Вот, поэтому, соответственно, захотелось вам оценить любой из этих треков, вот сквозь БАБ-300. Например, нажали и попали на страницу сквозь БАБ-300. Вот, видите, вот оно здесь. Тут, кстати, вот номинация на хит-альтернативу, он номинирован. Пожалуйста, вводите оценочку какую-то свою, вводите комментарий, оставляйте комментарий. Если хотите, если вам сильно хочется, хотите, вы можете посмотреть другие релизы артиста. Вот они здесь представлены. Полистать, посмотреть другие релизы сквозь БАБ. Круто, мне кажется, очень. Вот, далее. Вы можете, гордость очередная, типа как в Сторке, вы можете найти трек через поиск. Видите, поиск находится вот здесь. Для того, чтобы не рыться в рейтинге, вдруг, допустим, какая-то работа не попала в топ-100 или еще куда-то не попала. Вы просто не знаете, как это делать. Вы просто заходите и пишите. Так, что мы делаем? Мы пишем в первую очередь Кизару. Бам! Все. Пишите Кизару и все вам открывается. В первую очередь открывается карточка артиста. Карточка артиста, синглы, последние добавлены, альбомы. Все, что есть, все открывается сразу же. Очень грамотный поиск, который работает даже так. То есть, вы пишите Киз и оно открывает вам дополнительно. То есть, все, что на Киз находится. Два Киза, ее Маркиз, Кизару и вот все вот это здесь. То есть, вы можете смотреть это все через поиск. Это версия 1.0. Первый месяц у нас есть пользователи без верифицированных ребят. Повторяю, верифицированные пользователи смогут добавлять любые русскоязычные треки и альбомы. Естественно, с нашего одобрения, чтобы это не сыпалось куча всякого шлака, какие-то там непонятные вещи с ошибками и так далее. Все это будет проходить очень большую работу. Вот такая вот история, друзья мои. Вот такая вот история на данный момент. Поэтому вы можете заходить сюда. Обновление плейлистов, естественно, здесь есть. Вот, обновление плейлистов. По ссылке на каждый плейлист вы можете нажать и перейдете на сам плейлист непосредственно. И статистика за все время. Пока она включает в себя лишь всего треков количество, всего альбомов, всего пользователей. Верифицированные скоро, как вы понимаете, да. Артисты также скоро и комментариев. Тут есть еще комментарии. Вот они, видите, да, комментарии. Количество комментариев. То есть эта страница будет тоже упорядочена чуть-чуть получше, но на данный момент она выглядит именно так. Вот, ребята, то есть вы можете заходить, смотреть, оставлять комментарии. Вот, появился, да. Пользователь, прекрасный эксперимент, но с не лучшей реализацией. Видите, да, одобрили мой комментарий. Вот он, одобренный уже комментарий. Круто, перейти к комментариев. Переходим к комментариев, смотрим, слушаем. Кайф. И здесь работа, видите, да, вот она. Занимает первое место в сторках. Здесь топ-15 будет. Топ-15. То есть пока просто оценено здесь 5, да, нами. А так это будет топ-15 линия. Далее. Очень интересный момент. Еще один. Знаете это что? Это очень удобная, очень крутая мобильная версия. Знаете, как она выглядит, друзья? Она выглядит так. Она выглядит следующим образом. Я вам сейчас даже покажу, представляете? Бам! Она выглядит так. Новая. Да, новая, новая, новая. Мобильная версия. Вот она. Очень удобная, очень комфортная. Можете прямо сейчас заходить сюда. Да, да, да. Вот, тонуть, допустим. Та же самая история. Оценить работу, нажимаете, да. Переходите сюда, смотрите. Дэээм. Как удобно, да? Очень. Лагает на самом деле просто отображение этого. Отображение. У меня ничего не лагает, как вы понимаете. Вот я вижу комментарии. Песня поражает своим потрясающим вокальным выступлением. Вот вы заходите сюда. Все можно здесь. Можете тыкнуть, посмотреть. А что это за оценка интересная? А это средняя оценка пользователя? Очень интересно. А это оценка основной Александра Фламази? Очень интересно. Все это тыкается, все работает, соответственно, да. Вот возвращаетесь вы на главную. Сторки можно листать вправо, да. То есть вы можете так. А что там, что популярное? А что там, что за оценки? Какие? Что происходит? Вот. Листается так же. Номинации листаются. Комментарии. Вот очень удобно. Видите? Прямо в страницу целиком. И вот вы листаете комментарии. Опять же смотрите, кто что там накомментировал. Кто что сделал. Вот снизу у вас тоже история. То есть переход в рейтинг, если вам надо. Это вот эта кнопочка, да, рейтинг. Вот вы перешли в рейтинг, сразу смотрите. Так. Что у нас там было за май? Интересно. За май у нас было. Да, татуха вот есть. Эти трички. А какой бы не оценить, интересно. Так, а зайду-ка я вот сюда. На водоем, например. Интересно. Номинация есть. Номинирован на хит-мейнстрим. Номинирован на продюсер месяца. Да, и кайф тут говорит. Вот молодой человек в красной майке. Молодец, молодец. Респект. Другие релизы артиста вы также можете оценить. Ну, опять же, да, все это происходит очень удобно. То есть, как вам хочется. Поиск есть отсюда. То есть, вы можете зайти на поиск, да, нажать здесь. Кезару, опять же, вы можете найти, да. Взять и посмотреть, что он находит по Кезару. И вот вы такие. Дэм, я нашел Кезару. Нет, стоп. Вот я нашел Кезару. К примеру, я могу перейти на его карточку, да. Я перехожу на карточку Кезару. Вот здесь, да. Вот так вот это все выглядит. Очень интересно. Возвращаясь на главную страницу, да. Что у нас здесь есть? У нас есть вот эта история. Да. Вот видите, здесь средняя оценка. Артем Шеловец. Артем Шеловец. Видите, вон, средняя оценка. Оцененная фломастером 63,7,65. И оцененная зрителями. Вот она. Пользователями, прошу прощения. Здесь еще будет третья карточка, красная, как вы понимаете. Все опять же здесь. Лучшие работы. Они выглядят теперь вот так. Для того, чтобы не загромождать тут, лучшие работы вот выглядят здесь. Вот они. Вот так. Сейчас покажу, как это выглядит в этом, в версии, так сказать, десктопной, да. Вот. То есть вы переходите сюда, вы здесь работаете, смотрите, добавленные релизы. Все то же самое. Короче, мега удобная история. Просто мега удобная. Здесь самое главное, вы просто можете сюда зайти и посмотреть, что максимально актуально. Вы можете посмотреть это в сторке, вы можете посмотреть в комментариях. Все. Можете посмотреть, что добавлено. Потому что, когда появятся верифы, они смогут добавлять. Представьте, как это будет выглядеть. Допустим, наступает пятница. Наступает пятница. Появляются, выходят новые какие-то треки. Верифицированные пользователи имеют возможность до стрима добавить новинки и обсуждать их вместе с вами. Обсуждать их вместе с вами. То есть, просто, что получается. Вы заходите сюда, верифицированные пользователи предлагают новые релизы, которые вышли в пятницу. И люди начинают их уже обсуждать еще до стрима. Вы формируете свое мнение, высказываете до того, как я простримил все это. Все появляется здесь сразу же. Добавленные релизы появляются здесь. Сторки появляются здесь. Вы, в принципе, видите все, что происходит. Все очень круто, удобно и понятно максимально. Ну, как-то так. Сейчас, пока, конечно же, пользователи могут оценивать только то, что есть на сайте. Вы же понимаете, что мы должны посмотреть и попробовать, как это все будет выглядеть, да? Вот как-то так. То есть, вы, в принципе, можете заходить всегда. Куда? 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 В артисты мы заходим, да. В артисты мы заходим. Сейчас посмотрим, кто. Видите? То есть, как только появляется какая-то оценочка от юзеров, верифицированных в данном случае нет. Есть только вот синенькие, да? Вон она появляется второй строкой. Вот они здесь у нас опять же. Ну, это то, что было, то, что вы знаете. Это все наши номинации. Это месячные номинации. Это годовые номинации, победитель номинации, да? Годовых, месячных и количество. А это оценочки юзеров неверифицированных. Это верифицированных, да? Вот так вот это будет выглядеть, друзья. Мне кажется, это все это просто фантастически круто выглядит. Я перебарщиваю, да? Я просто хвалю, потому что это наше, да, дерьмо? Или это действительно настолько круто, как мне кажется? Вот. Ну, все остальное. Менюшечка будет немножечко переработана. Короче, это все, знаете, уже такая небольшая эстетика. Небольшая эстетика. Поэтому спасибо большое нашей команде. Ребят, спасибо большое Сереге, который работал. Вот он продолжает это делать. Он сейчас, допустим, отслеживает активность на сайте, что происходит. Он умудрился еще одобрить мне комментарий здесь, да, на этом, на демонстрационном сайте. Он написал это код. Он будет делать это дальше. То есть он будет создавать, что касается верифов, вот эту всю историю. Карточка, да? Еще раз я вам такую карточку покажу. Я не знаю, может быть, ну, это уже как бы излишество будет. Но мне хочется все-таки вам тоже показать, да, еще раз. Вот. То есть верифы, допустим, будут выглядеть вот так, да? То есть вот ты заходишь на карточку артиста и верифы выглядят таким образом по центру. РЗТ-значок. Вместо галочки синий стандартный значок РЗТ. Мне кажется, это круто, да? Вот. Поэтому вот как-то так это будет выглядеть. Все, друзья. Излишне чего-то там тратить ваше время на то, чтобы бесконечно радоваться. Зайти на профиль, да? Зайти на профиль, да? Вы имеете в виду самого. Зайти на профиль. Так, зайти на профиль. Вот он, да. Вот он профиль. Моя страница. Настройка профиля. Появилось, да, все это? Моя страница выглядит так. Вот так вот она выглядит. Здесь, конечно, можно загрузить. Загрузить себе можно как аватар, так и эту тему, как она называется. Обложечку, да, поставить. Вот. Но смотрите, еще немаловажный момент. Здесь у пользователя нет возможности оставлять, допустим, свое описание с точки зрения ссылок каких-то историй. Там, Телеграм, Ютуб. Любые свои соцсети, любое свое описание. Допустим, возможность для ребят, которые начинают заниматься судейством, которые начинают заниматься обзорами, разборами. Если вы пишете грамотные комментарии на сайте, как пользователь, мы вас верифицируем, вы сможете поставить сюда все. Ребята, которые за вами следят, они также могут переходить в ваши соцсети. Вы можете ставить туда Twitch. Вы можете показывать людям свои стримы. То есть если они видят, что у вас адекватная интересная критика, вы прикольный разборщик музыки, интересный критик, пожалуйста, занимайтесь этим. То есть мы, так сказать, даем площадку для возможности наших именно зрителей и людей, которые любят музыку, максимально себя показать и проявить. На данный момент у пользователя этих возможностей нет. Просто пользователя, у верифицированного пользователя будет вся эта возможность. Вот, поэтому заходите сюда, да, все это то, что на английском языке, а на самом деле уже на русском, на другом сайте, на котором вы смотрите. Да, у меня это просто немного отдельная история. Все там в порядке. Вот, и здесь, соответственно, да, то есть вот такая вот история. Вот, настройка профиля. Ну, это все вот сюда, да, походит. Вот эту, видите, вот такую кринжатину, на самом деле она выглядит гораздо лучше. У вас даже на сайте она выглядит гораздо лучше. Поэтому вот такая вот история. Вот так, друзья. Это первое обновление, да, да, да. Все это будет фикситься, добиваться, все это будет. Сейчас нам нужен функционал, понимаете? Мы сделаем все это будет конфеткой. Вы же знаете нас. Вы же знаете, как у нас все выглядит. Вот реально. Оно будет выглядеть в лучшем свете, в лучшем виде. Мы будем добивать и технически, и визуально все максимально качественно, насколько это только возможно, до каждой придирки, до каждой буковки, до каждого заголовка. На данный момент нам нужен функционал. Нам нужно, чтобы вы начинали работать с сайтом, вы начинали оценивать, писать комментарии, показывали, как это все работает в динамике, как работает функционал, как работает нагрузка, как работает ваша адекватность в первую очередь. Потому что хотелось бы не 1-1-1-1-1-10-10-10, либо там говнозасирание, либо сверхфанатского оголтелого какого-то трэша. Хотелось бы адекватных мнений. Абсолютно они могут быть разные. Они могут совершенно не совпадать с тем, что я думаю. Ни по трендовости, ни по общему впечатлению, ни по другим аспектам. Если вы можете объяснить свое мнение адекватно, так, как вы считаете нужным, пожалуйста. Вы можете высказывать абсолютно противоположное, такое же, похожее, коррелирующее, любое. Вы можете высказывать более профессиональное и глубокое с точки зрения технических особенностей. Вы можете быть звукарем, человеком, который сводит. Вы можете писать какие-то абсолютно технически развернутые рецензии. Это все приветствуется. Конструктивно оценю Москита 90 баллов. Респект, бро, конечно, пожалуйста, если ты сможешь обосновать, почему это 90, заходи, залетай, делай эту грязь. Ну, значит, верификацию мы, конечно, посмотрим. Шутка? Да. Или нет? Поэтому приветствую вас, друзья. Приветствую вас в новом формате нашего замечательного проекта. Система аккаунтов 1.0. Оставляйте комментарии, кайфуйте. Да, регистрируйтесь. Будем по возможности вручную все это, потому что будет происходить. Одобрение, модерация, предмодерация, все это. Будем как можно быстрее все это делать. Также будем решать вопросы с нашими друзьями. Вот так вот. А, про мат и оскорбления в комментариях. Да, очень важный момент. Мат будет не допускаться. То есть там уже есть какие-то стоп-слова, ну, которые при желании можно же, конечно же, обойти, делая там пробелы всякие и так далее. Вот эта вся история. Пожалуйста, без матов, без оскорблений. То есть написать, это дерьмо собачье, автор дурак конченый. Но это не комментарий, да. То есть личное оскорбление нет. Вы можете обосрать конструктивно трек или альбом, как хотите. Написать, что это очень плохо, объяснить, почему поставить низкий оценок. Но какие-то оскорбления, маты и вся вот эта история полностью воспрещено. Имейте в виду. Вот. Если я что-то забыл, Дим, можешь еще напомнить мне? Можешь что-то напомнить? Беседы пока нет. Какие-то там обсуждения нет. Это мы не будем нагружать сервак. Это будет именно рейтинг. Имейте в виду, исправлять что-либо невозможно. Будьте очень внимательны, когда вы вносите оценку. Ознакомьтесь с критериями. Напишите правильно комментарий. Имейте в виду. Все это нужно делать. Вот представьте, что вы на стриме. Вот как я, например. Сидите и все, что вы сказали с первого раза в онлайне, это вот так и зафиксируется. И ваше мнение, которое вы зарегистрировали по оценкам, оно тоже не поменяется. Поэтому мы с вами в этом плане оказываемся в равной степени. В одинаковых условиях. Вот. Поэтому имейте в виду, да. Нет. Ответы на комментарии мы не будем. Да, как срач и согласен, не согласен. Плюс, плюс, кстати, да. Момент, елки-палки. Я не знаю, есть ли это возможность здесь, но вроде как есть. Перейти к комментарию. Перейти к комментарию. Лайков пока у меня нет. А нет, есть. Вот он. Он очень криво у меня отображается. Нереально кринжово. Но он есть. На самом деле, на сайте, на котором вы это будете, там отображается все лучше. Еще момент. Очень хотел бы я, который рассказать вам. Который тоже будет введен. Вот. Вы же можете посмотреть. Да. Тут можно ставить лайки. Да. Вот. Типа так они тут отображаются. Если вы посмотрите вот сюда, друзья. Вы увидите здесь вот такую вот историю. Да. Артисты скоро. У артистов будут свои аккаунты. У артистов. И, соответственно, у продюсеров, у ребят, которые имеют отношение. У всех, кто здесь есть на этом сайте. Да. И когда вы заходите на какой-то... Серег, вышли, пожалуйста, в личку мне вот эту историю, где комментарии там Аники. Да. Вот этот лайк. Лайк ее лично. Сейчас, подожди. Я посмотрю. Вот. Я закину ребятам тоже, покажу, как это будет выглядеть. Ну, он будет немного не так выглядеть. Но суть в этом. Суть будет в этом. То есть, как только вы заходите, например, вот артист, да, в данном случае. Вот на Аника, да, здесь, бам. Как раз таки заходим сюда. Вот. Здесь ничего не оценено юзерами. Здесь оценено только вот мной. Да. Лучшие работы выглядят так. Топ-5 работ. Топ-5. Вот. Победитель номинации тут тоже будет слайдер. То есть, тут не будет вот такой вот огромной штуки. Тут будет слайдер вот примерно такой же, который будет листаться. Для того, чтобы это было гораздо удобнее, да. То есть, мы заходим сюда, мы видим вот это. Тут будет, конечно же, продюсеры тоже. Все, все, все. А, нет, продюсеров тут не будет, потому что это не, нет, это не, ну, вы поняли, да. Это не трек какой-то конкретный. Продюсер есть вот здесь. Вот они все, они уже здесь. Да, они уже здесь есть. Вот. Здесь будет слайдер. Здесь будет треки. Вот в таком виде, в принципе, в котором они и есть, да. Смотрите, еще момент интересный, очень интересный. После того, как появятся аккаунты артистов, а я верю, что они появятся достаточно быстро, начинающие артисты могут много оценивать треки, верифицироваться, добавлять свои треки, получать уже аккаунт артиста. По добавленным релизам будут критерии, да, чтобы не было спама, чтобы не было рекламы, чтобы там говно-релизы не заносили пачками. Вот это вся история. Потому что здесь должна быть... То есть всегда люди пытаются обойти любые правила, для того, чтобы что-то там свое пропихнуть. Мы будем очень хорошо контролировать, на что есть действительно запрос верифицированных пользователей, нашего чата. То есть та же самая история, как в проекте в целом. Та же самая история, как в целом в проекте, да. Но если будут какие-то вещи, которые смогут охватить, так сказать, более широко, ребята, чем я успеваю это сделать, это будет прекрасно, это будет очень хорошо. Смотрите, после того, как мы введем, возможность верификации артистам, выглядеть это будет вот так. То есть в комментарии будет вот такая история, видите? В комментарии. Вот RZT, это вот верифицированный, типа это верифицированный пользователь. И вон, видите, там лайк от Аники. Если, например, в какой-то работе, там это фит, там три артиста, четыре артиста и три битмейкера. Соответственно, все семь, все семь ребят, они могут тут отметить так или иначе вашу рецензию, ваш комментарий. После чего вы можете там это где-то выложить, или они это где-то могут выложить, если им что-то понравилось, да. То есть это, в принципе, будет... Мы очень надеемся, что это будет такая обоюдная история по работе аудитории с артистами и с треками и по работе артистов, хотя бы иногда, да, каких-то там. Ну вот такая мини-соцсеть, в общем, да. Мини-миник пока, конечно, но сториз у нас уже есть, да. Вот такая история, да. Комменты... Да-да-да, это все, конечно, через нейронки все написано, да. Вот, то есть, видите, два лайка, соответственно. Лайкать там можно... Это могут делать и пользователи, и верифицированные пользователи, вот. И артист может это делать. Вот так. Флоренси зарегался. Пока нет, но я думаю, мы ждем его. Я думаю, что он будет здесь, да. Я думаю, что он будет здесь. Вот такая вот история, друзья. Ну, я не знаю, что еще сказать. Как артисты будут получать аккаунт свой? Ну, будем с ними связываться, и они будут подтверждать. Мы должны будем точно подтверждать и понимать, что это действительно этот человек, что он пишет о своих официальных аккаунтов. Но это будем заниматься как-то на уровне администрирования. Вот так вот. А если мат не в качестве оскорбления? Не нужно, дружище, не нужно. Старайся вуалировать это все и формировать в этом плане вы не будете со мной наравне, да. Потому что я иногда себе допускаю это дело, а вы будете хвалебными аспектами формулировать образами, метафорами, аллегориями и богатым русским языком, который не включает в себя мат. Только артисты, которые участвовали в создании песни, могут лайкать коммент к этой песне. Да, хороший вопрос. И да, это так. То есть, если мы заходим на карточку какого-то артиста, вот, если кто-то будет занимать ники артистов, мы будем их не одобрять. Имейте в виду сразу, да, мы будем убирать эти ники. То есть, допустим, чтобы не было такого, что вот Медикс и пишут, да, уже, допустим, ник Медикс не занимайте, пожалуйста. Вот, никто не может, не сможет занять, потому что, ну, это, короче, история примерно как в соцсетях, да, чтобы были действительно настоящие никнеймы. Отклонен будет, отклонена будет эта история. Так вот, лайк вот такой фирменный смогут поставить артисты, которые принимали участие в данном конкретном треке или альбоме. Они смогут поставить на комментарии только они. В других любых карточках лайк артиста, если он захочет лазить в других карточках, он будет восприниматься как лайк обычный, который вот есть сердечко, да, красное. Просто они будут как верифицированные пользователи. Как верифицированные. А на своей странице они будут как привилегированные пользователи, у которых есть возможность ставить вот эту историю. Как это именно будет реализовано, мы вам попозже немного расскажем во второй версии 10 июля, которая будет. Как будут отбираться верифицированные пользователи? Верифицированные пользователи будут отбираться по адекватности, по количеству, по своей активности, по адекватности комментирования, в первую очередь, потому что оценки оценками, а самое главное раскрыть свое мнение. Это просто обычные адекватные ребята Которые будут регистрироваться И писать комментарии Вот и все Мы будем смотреть со своей командой В чате вы можете также обсуждать Допустим наш чат замечательный нашего проекта Хоба! Еще не раз я его за этот стрим не зарекламировал Вы сюда заходите Где там уже на самом деле почти 45 или 46 тысяч Обсуждение там есть В обсуждении будут обсуждаться Что будет происходить И вы можете номинировать сами кого-то Говорить что вот этот чел с таким ником Он очень грамотно пишет Давайте его верифицируем Вот и все Короче это максимально народная история Опять будет Вот как идет проект максимально народный Мы его модерируем Администрируем все вместе Всей нашей дружной модерацией Которые отвечают за абсолютно разные аспекты Мы его модерируем Вы занимаетесь тем что он идет вверх Вот так вот это выглядит Фух То есть это не за донат верификации Нет бро За донат верификации нельзя Модерируйте ж модерируйте Сражаться за верификацию Да то есть понимаете как это выглядит Выглядит это следующим образом То есть вы оставляете комментарии Потом становитесь верифицированным пользователем Ставите туда свои соцсети Телеграм канал свой туда Твич если вы стримите Ютуб если вы снимаете разборы Оставляете ссылочки Вы сможете оставлять ссылки на свои разборы На всяких треков Которые вы комментируете Если вы начинающий разборщик или реакционер Для вас это мега крутая площадка на мой взгляд Для того чтобы попробовать себя показать Даже если ваш отзыв Если ваш комментарий Не знаю увидит артист Или залайкает Вы сможете это выложить Или он выложит это у себя в соцсетях Ну мне кажется это будет мега круто Да Такая возможность Которая прям Радость короче Рисозатворчество Да вот в общем как Верификация 5к будет ништяк Да нет бро Нет это будет бесплатно И верификацию мы будем проводить Вместе с номинациями Каждый месяц Каждый месяц Раз в месяц Это будет на стриме Номинации На стриме музыкальной премии Как сегодня Только сегодня мы проводим презентацию проекта А так мы будем говорить Что так Вот такой это пользователь с таким-то ником Осталось столько-то комментариев Вот это вот это За него там или кто-то говорил Или мы считаем Или нам понравилось Мы увидели у него адекватные комментарии Мы допустим выбираем 10 человек в месяц 15 человек в месяц Или больше человек Если они будут Мы всем даем им верификацию И они с этого момента становятся верифами Вот и все Прям на стриме вы все это видите Почему Кто Зачем Сколько Без стрима только артистам Мы будем давать верификацию Все Артистам которых мы точно понимаем Что это артисты Больше нет Никаких способов других больше нет Только на стриме Только за конкретные заслуги За то что вы грамотный пользователь Все У всех абсолютно равные шансы Вот Как бы так Как бы так Сайт не работает из-за перегруза Да Ну Я думаю что да Я думаю что так все происходит Серега Если что отслеживай Да Всю эту историю Чтобы мы понимали Наплыв Чтобы мы понимали всю эту историю Будет такая тема с комментарием Как в кинопоиске Типа с заголовком Это хороший вопрос Я думаю что надо так сделать Я думаю что заголовок должен быть То есть комментарий Оценочка и заголовок Да Подумаем бро Подумаем спасибо Мы не тянем никого Кто сам хочет напишет Да 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 То есть Мы будем предлагать тем кто не знает Либо кто считает нужным Мы сами будем так сказать Связываться Как то предлагать кому то Или сами ребята будут Но для этого надо поработать То есть звать допустим артистов Сейчас просто нет конечно Смысла никакого нет Мы будем это делать Когда это все будет работать На максимальную катушку На максимальную катушку Мы вам рассказываем Что предстоит На данный момент То что есть Вы уже увидели Можно заходить Регистрироваться Оставлять комментарии Оценивать любые работы Которые есть на сайте Все Поэтому поздравляю вас Поздравляю нас С тем что мы наконец-то Это сделали Это очень круто Вот так вот Продолжение следует...